Вот, смотрите, значит, о чем, собственно, речь, да? Речь о так называемых, условно, да, нестандартных турнирах, будто у нас есть что-то стандартное, в общем, в принципе, да? А что имеется в виду? Имеется в виду, когда мы берем некую боевую часть и совмещаем ее с сюжетом, или с какой-то антуражкой, или с какой-то нестандартной задачей. Короче, вместо того, чтобы людей ставить в известные условия, как там, Химан, Живой Бой, да, вот мы вышли, у всех стандартное снаряжение, у всех стандартное оружие, мы понимаем, каким правилом все это идет, мы это все знаем, мы уже все получали, натыкали, да? У нас стоят квалифицированные судьи, а тут мы выходим, а у нас стол, на нем ларповая кружка, ларповая колбаса, ларповый багет, ларповая бутылка, два ножа, и нам говорят, значит так, вы два пьяных баклана, которые вот сейчас сели, поспорили, и вот этим всем можете пользоваться, включая стол. Шикарно! Хочется! Называется турнир по кабацкой драке. Я такую штуку проводил год назад. Проводили мы ее в Чертоге, тогда он был на Балтийском вокзале, на Красном Треугольнике, и там тренировались ребята из клуба Атака Мертвеца. Им так понравилось, что я им это сдал как франшизу, то есть теперь они проводят эти турниры. Я уже к ним не имею отношения, я их провел два раза. Один вот там, второй на темном конвенции у меня было повторение. И они его продолжают сейчас. Аналогичных турниров, на самом деле, не сказать, что много, но это не уникальная история. Ну, то есть я как минимум могу вспомнить там те же самые мягкие рубежи, да, софт-рубежи, которые ребята проводят, да, постоянно. Они начинались просто как обычное вонзало на ларпе. Теперь там целый сюжет, да, тут вам и преодоление препятствий, и тут вам, значит, и защита переправы, и хрена резька еще только нет, да. Точно так же мы, например, делали такую штуку, называлась Ноживой Дум. Мы это тоже делали как отдельное мероприятие, отдельно на одном из темных конвентов, да. Ну, сейчас вот чуть попозже, когда будут байки, я об этом расскажу. Еще там есть разные идеи там и так далее, и тому подобное, и реально проводимые турниры, в общем, всего довольно много. Значит, там был турнир, там, например, Ножеметатели против лучников. Реально, то есть, тоже чуть позже расскажу. Значит, собственно, чем они все отличаются? Они все отличаются тем, что люди оказываются в нестандартных условиях. Да, но, во-первых, мы ни в коем случае, ну, во всяком случае, вот, там, я, там, люди, которые это делают известными, не противопоставляем это дело обычным спортивным турнирам. Да, Хима, респект, вот, пожалуйста, да. Да, и СБ, респект, потерли эту самую пробитую голову когда-то, да, туда. Ножевой бой, респект, вообще вопросов нет, тоже вспомнили, где, куда, пополучали, да. Все, ребята, вы молодцы, у вас спортивная составляющая, да, вы развлекаетесь этим. Ну, у нас не может быть турнира мастер спорта по кабацкой драке, да, на дуэтах. Пошел. Нет, мы можем организовать, в принципе, кто ж не дает. Но пока мы не собрались. Значит, здесь, ну, ребят, я честно, я не говорю, как надо. То есть, давайте так, я вот сейчас с броневика слез, кепочку снял, бороду брить не буду, вы уж извините, да, но я не ленин. То есть, я просто обмениваюсь опытом, который абсолютно не бесспорен, да. Вот. И рассказываю, что называется то, с чем мы сталкивались конкретно, да, вот я и моя команда когда делали подобные штуки. Некоторые вещи могут быть, естественно, спорными, да. Значит, что, собственно, здесь важно? Во-первых, все-таки какая-то степень стандартизации. Ну, то есть, хотя бы на уровне похитовки, хотя бы на уровне допуска оружия. Оно может быть разным. Но оно должно быть понятным, хоть худо-бедно. Второе. Все-таки какая-то выраженная сюжетная линия, которая отличает нашу драку от всего остального. Есть, ну, на самом деле, идея проведения нестандартных турниров им очень много лет. Сначала проводили просто турниры на конвентах, да. Потом давайте проведем турнир на конвентах князь, князь их бойцы. Потом давайте проведем турнир на конвентах прекрасная дама, прекрасная дама, боец, боец. Давайте проведем турнир на конвентах все в пиратском. Чем они отличаются друг от друга? Антураж, одежда. исключительно антуражен, больше ничем фактически вышли те же самые люди как правило, да, которые друг с другом уже тысячу раз подрались они уже знают, кто плюс-минус победит кто победит, на чем то есть сюжета выраженного нет что я имею в виду под выраженным сюжетом что-то вообще абсолютно выбивающее то есть то, о чем люди задумываются прежде всего, а как я это буду делать вот я боец, как я сюда влезу я организатор как я эту хрень приведу как мы со всей этой фигурой будем взлетать конкретные примеры та же самая кабацкая драка приходилось объяснять что нет, ребята, это мы не просто выходим все, как это самое в масках, в рожгардах или там это самое в стеганках а кругом просто народ бухает нет, это вот вы за столом это вы вот здесь, это вы вот с этим защита, да но основная идея в том, что вы вот сейчас отыгрываете двух балбесов в кабаке и это приходится объяснять то есть нужно иметь в виду, что да можно сразу вопрос мы сейчас говорим о турнире как о самостоятельном мероприятии или мы говорим о турнире в процессе игры, например? отлично, к этому вернемся да, это будет еще значит, да, то есть в любом случае мы должны объяснить людям как они должны в это войти что это не страшно самое смешное, что ролевикам приходится объяснять, что ребята, это не страшно это не страшнее, чем, блин, отыгрывать не знаю, просветленного таракана Шиву я реально отыгрывал просветленного таракана кроме шуток да, это не страшнее, чем отыгрывать дракона это не страшнее, чем отыгрывать проститутку ну правда и это приходится людям объяснять второе, что приходится людям объяснять и они задают этот вопрос сразу техника безопасности то есть допуски оружия допуски защиты да, поражаемая зона и, собственно говоря, судейство как все это будет выглядеть то есть нам, например, пришлось объяснять что тот же самый стол на кабатской драке легкий, пластиковый стол за тысячу рублей, купленный Максидоми да, который, если вы уроните на противника противнику ноги не сломает ну потому что, извините, здоровенный кабат делает бам, вот так вот стол летит человека просто там на 3 метра попадает ему в живот ну понятно, если это будет вот такой вот стол да, мало не покажется да, а так это все просто пластику нугарил там человек его отбросил, да, и пошел я вам больше скажу у нас этих столов на каждом турнире ломали по 2 штуки ломали их, бросая друг на друга прыгая на них а самое было смешное когда рукопашники просто, да, вот они там человека отогнали да, вот разорвался схватка разорвалась человек отошел и рукопашник делает так бам по столу лоу-кик и просто сносит ножку этого стола нахер ему прикольно он отыгрывает да вот потому что, ну, все-таки мы лоу-кики не допускали рукопашный бой у нас не был допущен потому что, ну, все-таки стрёмно да, а человеку хочется да и вот оно начинается вот грамотный лоу-кик он как бы даже и не пластиковую ножку снесет да то есть эти вещи тоже придется людям объяснять придется объяснять модель турнирной сетки вот здесь, честно просто советую самое простое или мы вообще не делаем турнирной сетки то есть призы получать все или олимпийская система проиграл вы его потому что делать вот эту вот сетку кто выиграл, кто проиграл сложно сложнее всего ее делать со спортсменами потому что да куча вопросов они на рефлексе начинают задавать вопрос а я вот в вас попал, а мне не засчитали да а если учесть, что даже на обычном турнире куча вопросов а когда у вас еще летают, значит, вокруг кружки, которой можно было бросаться да когда у вас человек не в рашгарде облегающем, да а в таком, значит, разлетающемся одеянии если вот такой дубиной, значит, изображает тролля понимаете а против него человек с ножом да хрен знает, кто там в кого попал и как понимаете поэтому здесь вопрос вот этот обязательно будет но если, например, в олимпийской системе если у спортсмена возникает вопрос да, что не 4-5 я против 5-5, я попал делаем контрольный сход на контрольном сходе победил все, молодец ты вышел а если мы начинаем делать турнирную сетку по очкам ну да, потом объясняешь кончится тем, что нас же потом и забьют на хрен понимаете, буду правы кружка в голову это не больше очков, чем слов в кузов да, 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 да совершенно правильно вот, значит точно так же если вы используете подручные предметы какие-то, да вот как мы использовали там бутылки, кружки, куски там обрезки колбасы, да вот это все в той же КААБАСКОй драке Надо объяснять, будем ли мы делать хитосъем. Если мы ударом кружки ларповой по голове снимаем такой же хит, как от удара ножом, люди должны об этом знать. Если мы утверждаем, что человеку стукнули по голове багетом ларповым, и это сняло столько же хитов, сколько удар ножом, у людей возникают вопросы. Как? Что это за багет? Столетий. Слушайте, вот у меня как-то багет превратился в такую деревяшку, что я не удивлюсь. Правильно, правильно, правильно. Но с другой стороны, не вдаваясь в подробности, понятно, что это всегда спорный момент. Поэтому здесь, если вы используете большое количество подробностных предметов, лучше объяснять, каким можно бить, а какой использовать для отвлечения. Ну, то есть никто же не мешает просто кинуть кружку человеку в лицо, и пока он соображает, значит, войти в ближний бой и зарезать чувака. Правильно? Никто же не мешает. Вот. Эти вещи лучше тоже оговаривать заранее. Значит, если вы используете при этом какой-то антураж, которым можно биться, столы, стулья, чурбачки, все что угодно, палки, да, обязательно думаем, как это будет нетравмоопасно. Ну, то есть, понятно, очевидный выход ларп, да, но есть, например, там, когда снимали, не знаю, может быть, кто-нибудь видел фильм «Драконь», этот самый «Секрет пиратского счастья», там был такой эпизод «Драка в кабаке», и там использовалось огромное количество подручных предметов, в частности, табуретки, палки, они все были сделаны сценически, то есть они все были сделаны на шпильках, и табуретка по башке, которые вот так вот хреначили этого самого Дрейка, да, Дрейк, конечно, на пол упал, но ему от этого хуже не стало, табуретка развалилась гораздо раньше, чем упал Дрейк, да, та же самая палка, которую били по спине, это просто палка распилена, в нее вставлена вот так вот шпилька, которая сломалась, да, и все. То есть, если мы делаем такой антураж, столы, стулья, если мы их делаем ударными, значит, они должны быть мягкими, гуманными, да, соответственно, берем так и на себе, бум, да, ты в каком мебельном магазине работал, бам, вот, а если это, да, да, но тогда надо понимать, что на этих стульях, столах и прочем, например, вспрыгивать на них будет равноопасно, то есть тут два взаимоисключающих момента, или это использование, или это безопасность, с точки зрения именно вот юзания. С другой стороны, каббаску драку за таким столом, например, да, я бы проварить не стал, я бы хотя бы углы оббил, потому что это не татами, еще один момент, который мы учитываем, особенно, если мы проводим к вопросу об игре, если мы проводим какой-то нестандартный турнир на игре, да, мы же не будем расчищать полян, это нестандартная история. Тот же ножевой дом мы проводили в заброшке на Удельной, там есть такая заброшка, может быть, кто-нибудь знает, сейчас она уже там все забита, туда не залезет. В парке, которая была? Да. В парке? Там игры были? Да, я знаю. Ну, дом там проводили, насчет игр не знаю. Мы городок проводили и там стреляли. Да, там можно. Там, типа, она в парке, там же цивиловка куча. Ну, в самом здании, как бы, в забросе обычно нет. Обычно нет. Ну, я знаю, там фотка вот. Это уже не супер. Да. Вот, в общем, если мы делаем это на каком-то пространстве, где под ногами хрен знает что, да, то необходимо понимать, что вот здесь надо по максимуму все-таки обеспечить какую-то технику безопасности, чтобы у нас никто не налетел на арматуре, не ударился об острый угол в падении. Потому что, ну, ни на одном турнире... Это может быть, что на победных степах мы не протормозили. Да. Ни на одном турнире, например, там, да, на татаме не стоит стол, кроме нашего турнира. Если мы его там ставим, давайте закроем углы хотя бы, как минимум, да. Ну, вот. Потому что, на самом деле, реально у нас тоже был случай на одной кабацкой драке, когда человека просто положили на стол в клинче, то есть там пошел клинч, да, значит, один другого взял, бам, тот на стол, значит, вот так вот упал стол, под ним разложился. Ну, опять же, хорошо, стол пластиковый, а вот и такой положить. А вот. Поэтому вот эти моменты, их тоже нужно учесть. Значит, обязательно обратите внимание, особенно, если это происходит на каком-то неровном пространстве, да, чтобы было нормальное, плотное под ногами покрытие. Или, по крайней мере, если была возможность, там, если дырака на лестнице, ухватиться за что-то, какие-то перила хотя бы, да, потому что вот тот же ножевой дом мы проводили, значит, там сюжет был какой? Вот это заброшка. Первый ножевой дом. Второй был на темном конвенте. О нем отдельно расскажу. Ножевой дом на заброшке. Значит, человек проходит, сначала там стояли вот так вот две плиты высокие заборные, да, между ними вот такое пространство. Первое, куда он попадает? Бой в тесном помещении. Вперед-назад полтора метра. Вбок сорок сантиметров. Живой бой, да. Бой в тесном помещении. Второе. Он проходит дальше, попадает на прикованного за спину, цепью к стене, тролля с двухметровой дубиной. Да, значит, он взаимодействует с этим троллем. Пространство там тоже понятно какое, да, то есть там под ногами и кирпичи, хрена, редька, чего только нет. Дальше он заходит внутрь и оказывается против двух противников одновременно. Причем один из двух противников не может выйти из пентаграммы, а второй двигается вокруг свободно. Но пентаграмма закрывает проход. То есть все равно надо как-то обойти его. Третье. Он попадает в полосу препятствий. Там натянутые разноцветные веревки, типа лазерные лучи, он под ними проползает. Четвертое. Он оказывается в узком коридоре. Из прохода вылетает боец с палкой. Внезапно вылетает. Бой в узком коридоре с несколькими дверями. Далее идет по лестнице. На лестнице его встречает еще один боец с палкой. Поднимается наверх. Там его встречают два бойца. Один, значит, типа зомби такой, значит, это имбицинный слегка. Другой, значит, за ним его хозяин. Держит его на поводке, значит, сначала кидается зомби, потом кидается хозяин. Проходит следующая группа. Боец с копьем. И в самом конце, там такая центральная, круг такой, туда он залезает, это арена. И на него, во-первых, вокруг стоят бойцы и просто его отвлекают, да, там машут дубину, но по нему не бьют. И против него два-три противника одновременно, с которыми он начинает рубиться на ножах. Да, то есть, вот эту всю цепочку он проходит. У меня к вам один вопрос, как бойцам. Как вы думаете, в каком состоянии он дошел до последнего, до последней арены? Вот ты не хотела сказать, а он уже никакой вопрос. Именно это. И это было за две минуты. Да? А на сколько человек это была игра, если там играть эпоху район десяти? Это была не игра. Это мы делали таким вот боевым клубом, да, значит, собственно говоря, клуб на живой бою Hello Trouble, который сейчас уже, к сожалению, нет. И мы туда просто приглашали людей желающих. Это не было игрой. Это была игра в том числе для нас. Но я вот был вот этим прикованным троллем, да, мне было прикольно. Потом я все это сам проходил и оказывался в арене. И я туда реально приполз на карачках. И когда ты пиваешь... Вот там вы два свежих кабана таких, иди сюда. Это на самом деле классно. Правда. Это очень хорошая тренировка, отличная. Второй вопрос у меня к вам. Вот я вам описал вот эти вот боевые посты. С вашей точки зрения, в каждом ли боевом посте человек должен драться? Может, драться или нет? Да. И это еще один плюс таких вот турниров, да, нестандартных. Возможность нестандартного тактического решения. Сама идея вот это... Да. А как тогда считать победителя? Сейчас расскажу. Отдельная история. Сейчас расскажу. Это будет третий вопрос. Значит, откуда вообще возникла идея? Как мы знаем, да, в мире ножевого боя существует огромное количество разных людей, разной степени долбанутости, разной степени опытности, да, разной упортости, и постоянно идет целый ряд споров. Бой с ножом на лестнице, как это делать? Бой в тесном пространстве, вот вы в лифте, да. Ну, то есть, люди просто элементарно смотрят видео там какой-нибудь другой команды, где особое внимание уделяется передвижению, да. Им говорят, а если вы не сможете двигаться? Разумный вопрос. Пробуем? Вот есть одно, кстати, помещение интересное, если мы все-таки будем что-то подобное делать, я, наверное, буду делать в нем. На Нишлотском переулке пространство для пейнтбола и Лазертага. У них там есть лабиринты, у них там есть лестница, у них есть автомобиль, который стоит внутри. В него можно реально сесть. И вот драку в машине я бы организовал с удовольствием. Особенно мне интересно, да, как вот, например, там я человек с автостопом, с опытом автостопа в 90-е годы с гопниками, да, и с реальным опытом противостояния водителю, который тянется к девушке, да, и против меня, например, за рулем сидит человек, который, не знаю, там, например, просто мастер спорта по рукопашке. Вот как мы с ним будем взаимодействовать? Мне просто очень интересно. А Нифонск – это недалеко от Октябрьской набережной, да? Могу потом показать. Может быть, я что-то путаю. Курлянская, по-моему, улица. Это возле обводного канала. Могу потом найти. Да, я понял. А, я понял, что это за место. Да. Теперь, как считать победителей? Каждый раз вопрос открытый. Но конкретно вот здесь мы тоже, когда вот начали на это смотреть, подумали, а кто вообще до конца-то дойдет? Посмотрите на нашего инструктора, который очень опытный мужик. Он тогда говорит, а что вы на меня смотрите? Вы думаете, я до конца дойду? Очень опытный. Да. Ни хрена не дойдет до конца. Поэтому мы сделали очень жесткую штуку. На каждом монстре, да, который стоит на своем боевом посту, есть определенное количество хитов. Да? То есть его можно завалить. Можно и обойти. Вот я прикованный к стене, если человек обходит меня по периметру, я за ним уже ничего не могу сделать. Но если он лезет в драку, он меня может замочить. А на самом человеке хитов нет. Собственно, живой дум. И ДДКД. И ДКФА, и ДДКД. Да? Все. Бессмертие и ДДКД, если я правильно помню по кодаму. Да. Вот. Соответственно, он бессмертный. Он бессмертный, это хорошо. Но есть один минус и бессмертный. Из дюлей-то он получает от всех. Он не может лечь и сказать, я умер. Нет, мужик, ты не умер. На тебе еще разы. Вот. Поэтому он вынужден проходить всю цепочку. И вот пока он не положит очередного зомбака, он дальше не пройдет. Ну или не убежит от него. И это на самом деле... Не дойдешь до конца. Да. А там можно было паровозик собрать? Нет. Вот хороший, кстати, тоже момент. Про паровозик напомните, потом вернемся к нему. Не про паровозик, а другом будет речь немножко. Да? Поэтому нет, хитов как бы конкретно с человека не снимали. Победителей таковых не было. Просто приз получал каждый прошедший. Просто потому, что он, блин, дошел. Одного человека реально чуть откачивать не пришлось. Правда. Вот. То есть это физически очень тяжело. И еще один момент. Кроме физически очень тяжело, есть еще одна клевая штука. Но в нестандартных турнирах она работает хорошо. Во-первых, в принципе, вы в нестандартной обстановке. Ну, для кого стандартные, для кого не очень. А если вы сверху еще и давите психологически. На думе, который мы проводили в заброшке, мы делали такую штуку. Мы, во-первых, разливали краску, гуашь, во всяких лужах. Ну, то есть ты идешь там, у тебя там реально зеленая лужа под ногами. Так уже, антуражненько. И плюс к тому, у нас один из бойцов был реально с огнеметом. То есть человек сделал огнемет. У него там была, значит, такая трубка присоединенная к запаске от моей машины. И он выпускал огонь, реально. Вот. Он там понадел какого-то напалма, значит, там какие-то куски напалма горели по стенам. Ну, в принципе, там еще сложного, да. По большому счету, еще там ацетон, этот самый пенопласт, там еще что-то, сахар, по-моему, и все, да. Воняло при гадостом. Воняло при гадостом, да. Но горело долго. Естественно, огнеметом мы человека не поливали. Ну, очевидно, да? Идиоты же. Но когда человек заходит в боевую зону, да, а там стоит чувак и делает бжжжжж за огнемета. А он закрывает тебе проход. Да. Вот. Это, на самом деле, дарит дополнительное. Когда мы проводили ДУМ на темном конвенте, первом темном конвенте, У нас там была тема Это было бомбоубежище На Бобалтийского вокзала Там был такой длинный коридор Полутемный, в нем все это происходило Люди стояли у двери Их запускали по одному Через боевые посты, то есть не все сразу проходили И у нас там в темных комнатках Сидело несколько девиц Которые орали страшным голосом Не надо, не делайте этого, помогите Мне больно И человек, вроде как смешно Я там сидел распределителем Я могу сказать, что на пятую минуту я уже сам сижу Че я вообще это замутил? У меня уже просто голова вибрирует А тут люди идут И вдруг за спиной Помогите, мне больно Человек подпрыгивает оттуда И оттуда вылезает какой-нибудь хрен с мечом Начинает его гореть Это действительно давит Это действительно заставляет включить рефлексы Это действительно дополнительная информация И кроме прочего Тоже везде мы оговаривали, что Вот в этом думе В обоих думах Можно было проводить Опять же нестандартные действия И у нас были бойцы Которые в ножевом думе На темном конвенте Зная, что перегородки Вот эти все По которым лабиринт строился Были сделаны из прессованного сена О, не сена Стекловатого Стекловатого Ну вот этих вот Утеплителей Да, там Из овер Минвата Да, минвата 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 Они просто пробивали ногой эту стену И проходили через нее И в итоге стоит монстр Ждет как чего Вдруг сзади вылетает блок стены Оттуда выпрыгивает мужик Какой-нибудь типа милитариста Делают На Монстр просто Самый хренелый падает Упс Да Упс Вот То есть Это тоже такая Очень интересная штука Которая все это позволяет делать Да Значит Еще один Да На тему как раз таки Давления Психологического Это вот история была Сарзамаса Игры Ночью мастера выпускали Маньяка Ну мясника То есть В форме мясника С настоящей бензопилой С которой была снята цель О Да Тема И собственно говоря Как бы За людьми бегал мужик С работающей бензопилой Как бы кирпичи отложили все Ну в темноте да Знаете кстати Очень Отлично Очень хорошо Забыл вопрос Еще один момент С которым я например Тоже лично сталкивался На Одной игре Мы Хотели ввести Рукопашку У нас была игра по первобытке По палеолиту И мы там хотели Ввести рукопашку Как хитосъем Даже народ вроде Посоглашался У нас там даже были Правила по рукопашке Все уперлось в одно Все почему-то решили Что перчатки Которые должны быть На рукопашнике Предоставляют мастера А мастера решили Что их привезут бойцы В итоге рукопашки не было Но Первый вопрос Который у нас сразу Был задан Ребята Вот идет по лесу Человек Человек мастер спорта По боксу На него сбоку налетает Кто-нибудь в темноте Что делает мастер спорта по боксу Кидает двойку И мы человека везем в больницу Просто сразу Поэтому вопрос о рефлексах Я причем вспомнил про бензопилу Потому что если бы на меня Кто-то кинулся с бензопилой Он просто получил бы ножом Просто брошенным В лицо сразу Потому что я разбираться не буду В лесу Понимаете Ночью кто там Маньяк реальный Или маньяк игровой Поэтому Нет я понимаю Кирпичей все бы отложили Вопрос в том Что кирпичи откладывают Все по-разному Понимаете Я бы тоже Волосы дыбом Но руки-то действуют Сами Понимаете У меня обычно нож не один Поэтому метнуть я могу Мне жалко Вот Да Нет Поэтому здесь нужно Об этом подумать На самом деле Плотно и хорошо Потому что Это действительно может Иметь некоторые опасные черты Поэтому мы когда Правила разрабатывали Мы сразу сказали В голову не бить И внезапно Не вылетать То есть для того Чтобы человек понимал Что против него Боец Который может применить Рукопашку Нужно по крайней мере Показаться перед ним Иначе Ну правда все Рефлекс Вот И очень много Времени и внимания Кстати мы уделяли И вот при подготовке Дума При подготовке Других мероприятий Сейчас расскажу Других дел всяких Да Тому чтобы у нас Бойцы разных школ Друг друга не поломали На рефлексах У нас Был например Один такой мероприятий Мы проводили Вместе с батареок Триландский палочный бой Тогда еще была Котельная На обводном канале Не помню как она называлась Очень хорошая Была интересная Мы там это проводили Собственно Ножи против палок У нас ножевой У них палочный Они в своей манере Мы в своей манере Да И у нас Сразу возникала Целая пачка вопросов Ну то есть понятно Что мы там Все более-менее в защите Да Потому что лупят там От души Да Народ тяжеловесы Но Все равно Вопрос первый И очевидный Да Вот Заходит например Там не знаю Человек там кто-то Кидается там Кого-то пытается Сзади значит Как-то заломать В этот момент Другой человек У которого в анамнезе Какая-нибудь борьба Да Он не просто делает Бросок Он делает бросок Еще и с подворотом И человек летит Просто с задницей Задницей в лучшем случае Может и головой А может и головой Да И поэтому Вопросы тут Сразу возникали Поэтому здесь Мы проговаривали Что ребята Без бросков Да Значит Ну или по крайней мере Если с бросками То в общем Не через человека То есть только нижние броски И не вверх Потому что иначе Ну реально Да Просто опасно Рефлексы заработают Люди же привыкли Что тут татами А там без них Бетон Да А вот Кстати С теми же ирландцами Мы проводили еще Один такой Нестандартный заход Назывался День отморозка Значит У нас там Да В байкерском клубе На Там самом На Лиговском Который На московских воротах Не помню Как назовем Одиннадцать По-моему Что-то в этом роде Значит Там Было три команды Волосатый хиппи В нашем лице Значит Ирландские банки Это батариокт И Еще ребята Из клуба Прикладной стрельбы То есть Фишка была в том Что значит Как мы отрабатываем Разные ситуации Вот например Человек с пистолетом На него кидается Человек с ножом Что происходит Да Не в принципе может А конкретно Здесь и сейчас Да И вот тут кстати Возникал тоже Очень важный Вот этот момент Который мы тоже отрабатывали Ну в смысле Оговаривали отдельно Что Когда Человек Вот просто реально Вот стрелок понимает Что он попал Что он делает В этот момент Чтобы он просто Не получил Лишний раз Да Потому что он тоже попал Он уже расслабился Понимаете Вот То есть вот эти вещи Их тоже нужно Оговаривать Просто И учитывать И кстати Лучше всего Подобные мероприятия Разбивать Вот тот же день Отморозка Мы там рубили Часа три Наверное Но он был разбит На несколько блоков Между которыми Были всякие танцы Там спортивный рок-н-ролл Там рок-обиль Еще что-то И это во-первых Позволяло снять напряжение Очень здорово Во-вторых Люди Которых ну понятно Все позвали друзей Знакомых кролика Да Зрители там Полный клубежник Но они же не будут Три часа сидеть Смотреть на мордобой Ну им же прикольно Что-то другим заняться Понимаете Вот И мы уже честно говоря Тоже язык то на плечо Да Еще и получил Много раз уже так это Встаешь Так блин А может мне это не надо Вот Поэтому Да Поэтому тут вот Тоже вот эти вот моменты С перебивочками Их на самом деле Очень неплохо бывает Иногда рассмотреть Вот Еще был кстати Один момент Когда мы делали Тоже такое небольшое Совсем мероприятие Ну просто много народу Не набралось У нас было два лучника И три ножа метателя Да Вот тут Момент Опять же Техники безопасности И его нужно будет Обсуждать очень детально Потому что С одной стороны Вроде как все понятно Маска Горжет Раковина Да Вроде как все ясно А с другой стороны Когда все это происходит В тесном помещении Речь идет уже не только О технике безопасности человека Но о технике безопасности оружия Потому что когда человеку Лук сломали Реально Просто его взяли Раз И все И все У человека точно так же Сработал рефлекс Он видит разряженное оружие Противника Он бросил нож И кинулся Просто отбирать оружие С тем чтобы потом нож подобрать И человека добить А в итоге сломал Чуваку дух Но никому от этого радостно Не стало Ну вообще Это можно Именно по предварительной договоренности Между именно Конкретными игроками Да У нас этого не было То есть Собственно говоря Даже и по поводу борьбы Была история Как раз таки С Вархаммера Когда У нас на литии Зеленокожие Пришли к нам В гости Собственно говоря Несколько ошибок было Ко между ошибок Подошел там один товарищ У меня спрашивают Умеешь борьбу Я говорю Да умею Я говорю Слушай Можешь как бы там Как раз меня покидать Я сделал аккуратно Если что Готов Да Хорошо Ну собственно говоря Хорошо постановочно Там гублинов Покидали Как бы на мягкую траву То есть Именно вот Если оппонент готов Как бы К данному Развитию событий То это как раз таки Будет хорошо и красиво Да Ты говоришь О игре О там турнир Ну тот вопрос Который я хотела поднять Что люди занимающиеся борьбой Умеют падать Да Да Люди занимающиеся Ноживым боем Понимают Что у них могут там Оружие отобрать Что-то с этим сделать А люди не занимающиеся этим Не умеют падать И не понимают Что они могут Отрать оружие И это Да И это еще один момент Который очень важен Да Это именно Разница в уровнях Разница в школах Да Ну потому что Опять же Да Совершенно очевидно Если вот мы столкнемся Там не знаю В том же лифте И я там С ножом Против меня Скажем Боксер Да Если я его сразу Не затыкаю Или не затыкаю Убедительно Я просто это Поеду Чухоль чилить Очень скоро Да По понятным причинам Ну или печень Вот И вот эта разница В подходах Она на самом деле здесь важна Я сейчас не готов сказать Какой здесь может быть рецепт Потому что Мы вот эти Правила По рукопашному бою Для игры Только разрабатывали Мы их в итоге Не внедрили У нас была сыгровка Но мы их не внедрили По той самой Забавной причине Которой я уже рассказывал Все поначались Друг на друга Вот Но Это действительно важно И наверное Здесь имеет смысл Может быть даже Если это массовая игра Вводить какую-то модельку Ну то есть Например Там не знаю Какой-нибудь там Словно бантик Человек сорвал бантик С бедра Тебя бросили Еще и потому Что если это происходит На игре Что у вас там В папоротниках И вот человека Бросили Особенно верхним броском И он приложился Об корягу Нижним еще куда не шло Хотя тоже извините Попасть спиной на пень Радости никакой нет И никто не виноват Потому что Никто этого не знает Поэтому тут На самом деле Действительно Лучше наверное Обдумать отдельно Я честно скажу У меня нет рецептов Правда На этот момент Обдумать надо И в том числе Например У нас Спрашивали фехтовальщики Например Когда мы проводили Вот этот День от Пороска Нас сразу сказали Ирландцы Ребят Вот есть одна Очень простая штука Вот я остаюсь тростью На меня кто-то Лезет Я просто делаю вот так Рукоятки трости В табло Да Если мы в шлеме Это одно дело Все понятно Что с этим делать А если вы не в шлеме Как я это буду Я это фиксирую Я это не фиксирую Я это вообще не делаю Да То есть Вопросы здесь Они будут всегда Их надо просто собрать И поговорить Но вот на самом деле Очень классный момент Который есть Вот в этих вот Нестандартных Вот всяких Боевых движухах Он в том Что к ним привлекаются Люди Не только ролики А люди из разных направлений Я абсолютно не ожидал Что на кабацкую драку К нам придет В промышленных масштабах Почти вся Нечаевская сфера Кто знает Нечаевскую сферу Это очень серьезные бойцы Один серж Навожилов чувствовал Да Это правда Очень серьезно То есть Вплоть до того Что нам Посмотрели Мы там вытащили Тоже разного вида оружия Да К нам подошли Ребята Сказали Ребята Давайте вы Вот это вот Эти самые Тонфу Деревянную Уберете Нахер Потому что Если Навожилов Кого-то перебет Этой тонфу Даже слуги Аккуратно Мы их убрали Нахер Потому что Правда Обязательно Вот И они приходили С удовольствием Они потом приходили И на Дум Они потом приходили И на этот самый На другие драки Кабацкие То есть Это действительно Зашло Потому что Это интересно Вот Еще кстати Интересный был У нас такой опыт Когда мы С теми же Самыми Ирландцами С батареоктом И потом Немножко С Даркхартом Делали Ну правда Это было Не турниром Это было Просто на тренировке Поотрабатывали Восточное оружие Против европейского Причем Восточное оружие Берется Ну такое Ну Ну Чаки Да Са И Кама Это самый Трехзвенка Санзигун Да А индийское было? А? Индийское Было Ну Во-первых Да Что было? У Руми Нет У Руми не было Были те самые Катары Были катары И были Правда Они были в полтора раза Больше чем нужно А линии рога Багуа Вот Ну я сразу скажу Значит И катары И Багуа Были в моих руках Поэтому наверное Они были Плохо использованы Это не мое оружие Ни разу С нунчаками Я еще дело имел Да Это понятно Саи В общем что Ну что дага Что с Саи разница невелика Кама фактически Это топоры По большому счету Да В работе Ну вот Там тот же Это трехзвенка Санзигун Если вы работали С элебардой С копьем С чем-то еще Там С Моргенштерном Вы это освоите быстро Ну по большому счету Все то же самое Только не две палки А три Это вся разница Ну попадете по яйцам Все пару раз А в общем До какого-то базового уровня Вы это освоите Ну в этом ничего Принципиально сложного нет Но Именно вот на уровне Такой вот работы Просто когда Это разное оружие Да У них просто обычная Тройка 80 сантиметров 90 А у вас вот эти все Кракалыги Это на самом деле Очень интересно И действительно Получаются очень Поучительные иногда Вот эти вот контрасты Совершенно неожиданно Даже при том Чтобы понятно Я не мастер нунчаков Хотя я там В общем-то могу Изобразить некоторые Интересные вещи Но я этим не занимался 20 лет У меня там Не 10 поясов Да Но в то же время Нунчаки остаются Нунчаками И в общем В относительно Грамотных руках Понятно что с ними делают Да Вот И как там блокировать Там не знаю Вот этими саями палку Теоретически Очень легко и просто А нихрена Ими гораздо проще Блокировать фехтовальное оружие Чем вот эту вот ударную хрень Которая летает со всех сторон Правда Да Вот Поэтому Те же самые тонфу Которые брали Вот это вот С рукояткой Дубинка Которые брали ребята Из батареокта Там есть два человека С хорошим уровнем карате Именно карате А тонфу Это собственно говоря Каратистская база Да Ни хрена против обычной палки Не работает Я вам могу сказать То есть Наполучал народ Просто по полной Ладно я наполучал Я не каратист Да А как бы там народ Точно так же нахватал Ну там поменьше Но нахватало Вот То есть Очень много интересного Очень много Сразу начинаешь думать По-другому На этом теку Да Можно задать вопрос Пересторожнее Опыт Какого-то боевого Взаимодействия Или веторужия Не знаю Что больше работает Не знаю Не готов ответить На этот вопрос Понятия не имею Мне просто интересно Правда Мне интересно Получить звездулей Ну давай звездулей Мне интересно Чтобы всем было прикольно Да Такой вопрос В плане лучного ЩКБ Они пробовали Брать Тупо тренировочные Луки Олимпийские Это по сути Один пил болгаркой По текстолиту Там либо Реактопластовая Либо алюминиевая рукоятка Которая это дело Прикручивается Ну еще реактопластовая Наверное И там Коть ты ломай Ну сломается Еще раз Мы уже об этом думали Потому что если Понимаете Мы использовали На самом деле Эту штуку В лабиринте Да То есть там Не нужно было Стрелять за 50 метров Ну да Ну потому что Понятно Ножевик за 50 метров Нож не бросит Ну очевидно Да И в лабиринте Мы уже потом Об этом Когда сломали лук Мы уже подумали Что проще было Пойти в декатлон Тогда еще Купить там За 1000 рублей 5 этих луков И хоть Их вокруг Жопы завяжу Ну правда Ну плевать А как сломался Если что Отлично Кстати как вы модерировали бросание ножа Он чуть цикстолитовый что ли Или на человека там маска Нет Метался обычный резиновый нож Конкретно в данном случае Мы это никак Ну то есть нет Естественно На лучнике была маска Маска горжет Понятно И раковина у ножевиков Потому что стрела все-таки Попадает Даже гуманизированное Даже гуманизированное Неприятно Даже с небольшого расстояния А то есть просто То лицая нормальная Нет Лучники Ну понятно Лучники стрела попала Или не попала Что касается ножей Ну потому что понятно Возникает вопрос Попал ты лезом Или не попал ты лезом В нашем случае Мы это не моделировали никак Потому что у нас были люди Которые мы знаем Что они умеют метать ножи Но Была очень хорошая модель У Волка Квадратова Я уже давно ношусь с идеей Повторить это дело Но у меня что-то все никак Не получается на играх А у него была классная модель Допускам То есть у него Он хотел сделать игру По сущей войне То есть война уголовников Послевоенных Где понятно Одним из основных оружий Будет нож И кроме обычного ножа Там еще и метательное оружие Типа заточенных электродов Там все эти хренатени То есть метание Там должно было быть И он сделал очень простую штуку Придумал Говорит Ребят Сдаем допуски Кто претендует на метание ножа Пять метров Мишень Десять ножей Две серии Если в двух сериях Общий результат Не меньше семи Попадания лезвия Не важно В центр Не в центр Просто в мишну Там мишень А3 Вы имеете допуск на метание ножей Если меньше пяти У вас пол хита На бросок ножа Если меньше От семи до пяти Меньше пяти Вы нож метать не умеете Допуск не получаете Все Классная система То есть у него была очень простая система Ее не нужно было повторять каждый раз Да Вы ее просто вначале Игры сдаете Допуск И пошли Все Ну тем более Текстолитовый нож Он же и так метается Как обычно Он все-таки резиновый был Потому что Когда человек привык кидать сильно Текстолитовый нож Втыкается И будет здоров Не-не-не Я имею ввиду Текстолитовый нож Не будет такой вес Ну Это моя модель Для человека Который метает ножи Это не так важно Он очень быстро адаптируется Это правда не важно Там Ну это понимаешь Это все равно Что для хорошего фехтовальщика Понимаете Меч там плюс-минус полметра Да Двуручник Если человек всю жизнь Двуручник обработал У него что двуручник вот такой Что вот такой У него там небольшая поправка На это Это как на машине При смене габарита автомобиля Ты перестраиваешься Полчаса Да Полчаса Вот То есть Вот такая собственно говоря Есть Такой вот опыт Да Пока Наверное Не очень большой То есть подобных вещей Мы делали штук ну 7-8 Наверное где-то Да С учетом повторений Там всего этого А кстати Вот еще есть один хороший момент Который Наверное Можно отнести К нестандартному турниру То что мы пытались сделать На темном конвенте Последнем Но пошло не очень Но тем не менее Были Спонтанный вызов Что имеется ввиду Вот выходит человек На сцену К микрофону Ну там для этого Специально отведенное время И так далее Говорит Я вызываю Биться на ножах Такого-то Такого-то Я вызываю На мечах Такого-то Такого-то Или просто Находит его в зале Говорит Пошли Свободный вызов И это на самом деле Здорово Потому что Это спонтанно Меня вызвали Вызвал чувак Биться на ножах Я стою Я вообще Я глафорка У меня голова Вот так У меня естественно Там есть дофига Чем заняться Я вот сейчас Все это разрулю И я пойду Разруливать вот это Да И тут выходит чувак И мне говорит Я вызываю Биться на ножах А я поскольку Так сказать Только что Ввожу людей В суть вот этого Мероприятия Рассказываю Кого? Говорит ТЕБЯ Ну ладно Че делать Нигде ж не написано Что главорга Вызвать нельзя И такие эпизоды Они на самом деле Действительно Они во-первых Быстро мобилизуют Во-вторых Они добавляют игры Все-таки Интерактивно Чего ради Мы тут все сидим В дурацком Не слушаем Верку сердечку В Турции Это действительно Очень такая Интересная С моей точки зрения Штука Опять же Которая абсолютно Не отменяет Обычных стандартных Турниров Которые у нас Химаискин Живые Там избешные Любые другие Да Вот это все Вот И последнее Что по этому поводу Еще хочу сказать Значит На всякий случай Все-таки И кстати Это к вопросу Вот о разных Весовых категориях Опытах В видах Оружия Техниках Все-таки Имейте медика Хорошего Серцифицированного Медика Потому что Как говорится Вот бывает Да А Еще нюансы Даже кстати говоря Обычные турниры Вот Именно стандартные Типовые Спортивные Да По спортивным Правилам Можно Немножко туда добавить Не стандарта Мы делали Ножевой турнир Который был Абсолютно Вот по стандартным Правилам Ножевого боя Да База Вообще база Там была Арена На арене Четверо сузей На углах Да Все квалифицированные Ребята Значит Определенные правила Турнирная сетка Никакой олимпийской системы Все значит По сетке По очкам Все по уму Секундометрист Протоколист Все как полагается Да А рядом была Свободная арена Где был Распорядитель И туда можно было Любой человек Мог прийти и сказать Вась Давай Я хочу с тобой С рукопашкой поработать Давай Распорядитель По сути это маршал Да Он просто растаскивает Нужный момент Людей в разные стороны Да И вот эта свободная арена Кстати сработала Великолепно Почему Вопрос Нет Я просто хотел прокомментировать Да Ну собственно Если позволишь Я так придумал За много лет для тебя Конечно В Петровской Свободной поединке Там Конечно Да Да Я абсолютно согласен Конечно Я совершенно не претендую Да Просто есть некоторые вещи Которые имеет смысл повторить Я же не спорю с этим Вот И вот эти вот Собственно говоря Это свободная арена На турнире Она Во-первых Люди не остывали То есть нам потом Говорили Ребята Как классно Я остыть не успел Потому что Вот там какой-то Хороший боец Там полотык Ухучил народу Да Он выходит уже Следующий тур И что ему делать Он ходит полчаса Значит как Не прикаянный По залу А тут он может выйти Спокойно с кем-то Поразмяться Да Спокойно Девушка подходит А покажите Да А давайте Вот И Кроме того Всегда есть люди Которые Друг с другом Подрались А вот если были Вот эти Я бы тебя сейчас Насовал Говорю Давай отдышимся И вот там И оно действительно Работало Люди были прямо Очень довольны Но на всякий случай Все-таки Медика надо иметь Обязательно Потому что не район Сейчас И момент Еще по поводу Организации Дело в том Что вот здесь В организацию Особенно Это кстати Проявлялось На уровне Вот этих Той же Кабасской драки Проявилось Очень четко Казалось бы Четно организовывалось Все элементарно Сядьте Распишите Еще разок А лучше Вот друг с другом Сядьте Где-нибудь На кухне И просто Прикиньте Как это будет Я вас уверяю Вы выделите Еще 3-4 аспекта Которые нужно Обратить внимание И вы про них забыли Обязательно На тему Свободной Как раз таки Арены Все-таки Буду бы Прокомментировать Неплохо Конечно Там тоже должен Будь свой модератор Который Он и есть Ну не особо Допустит Как бы Слишком разных Вестовых категорий Потому что Уже был опыт Когда там Также на свободной арене Когда-то было мероприятие Как бы не связанное С боевкой Но была арена Для тех Кто хотел бы Помахаться Ну там Причем на лавке Сейчас вижу Я вижу Вот И собственно говоря Были прецеденты Когда Совершенно случайно Люди выходили Незнакомые Там видно было Что один Боевая Избешная Свинота А второй Первый раз Взял в руки Говорял И там Как бы Влетать приходилось Не раз Не два Между Состоять Обязательно Лучше меня Отметить Как бы Этого Маршалу Обязательно Да Да Миша Я просто хотел Прокомментировать 2000 Господи Прости Второй Год Это один Из самых Чудовищных Опытов В моей Жизни В этих Несернования Невская весна Это какой-то Гениальный Человек От Федерации Молодежного Ракопашного Гороса Ветеринбурга Придумал Насмотрелся Видимо Тайских Боевиков И решили Что Он Решил Что Он Хочет Поединки Смешанные Ну То Это На Спортивное Самбийское Татаме Выходили Ребята Например Каратисты И боксеры Самое Чудовищное Что я Там Видел 12 метров Самбийское Татаме Запретили Бить Ниже Пояса Потому Что У нас Участвуют Боксеры Соответственно Все Например Парни Из Тейфанду Все Так И Че Рассказывал Мой тренер По Карате Я Собственно Удовольствие Там Присутствовать Самое Чудовищное Что Я Там Видел 12 метров Ассамбийское Татаме Боксер Такого роста Подники Крэмкики И Мальчонка Сават Сават Это Такой Французский Бокс С элементами Драки Ногами С Странный Спорт Задучий В общем Они ходили Мнут 20 Наверное Ну Потому Что Боксер Стал Закрытие Они же По Все Не Бьют И Все Ждет Ну На самом деле Есть Такой Момент В плане Продумывания Регламента Например Есть Такой Фильм Старый В оригинале Минканс По русски Не помни Дебильно Переводится Короче Концепт Мясо В чем Собрали Народ Разоружили Загнали Здание Высыпали Оружие Обмочитесь Идея прикольная А почему Как не делать Потом начинаешь Продумывать А что начнется В первую секунду Во вторую Кто Обмочить Поэтому Система допусков Да И система допусков Оружия Обязательна И все-таки Про вот эта вот Цепочка Она должна быть Продумана Ну во-первых Чтобы оно Все не закончилось Сразу Ну потому Что очевидно Что кто-нибудь Шибко умный Подождет Пока все Туда кинутся А потом Вытащит Первую же Каркалыгу И начнет Просто херачить Или два-три Бойца из одной школы Просто значит Быстренько Все это выхватят Ставят И начнут Резать всех Просто треугольничком Да Ну тоже очевидно Потому что Чтобы этого не было Как-то развитие Какое-то должно быть Поэтому я с этим Абсолютно согласен Поэтому тот же Кстати вопрос О паровозике Да Мы старались Не допускать Именно цепочку бойцов Которые идут Друг за другом Сразу Мы давали возможность Восстановиться Игротехом Во-первых Да И во-вторых Все-таки Контроль за этим делом Это правда штука Которая меня Вот тоже Довольно сильно беспокоит Потому что Ну у нас не было Ни одного серьезного Эксесса Ну там Мы на тот же Ножевой турнир Где вот была Вот эта вот Вспомогательная арена Да Мы туда вообще Заказали реанимацию На дежурство Скорую с реанимацией В итоге К ним один раз Подошли Спросить Адальгина И один раз Это кто-то Палец порезал Там ножиком Типа Пластырь есть Все А тут реанимация Понимаете Там прям уже Это ужас Лучше перебдеть Да Мы тоже так подумали Вот И кстати Еще один нюанс Который просто Совершенно анекдотический На самом деле Но если вы Организуете его Особенно если вы его Организуете Влезая на чью-то территорию Хотя бы частично Будьте готовы К тому Что к вам могут Прийти люди С очень странными Вопросами Тот же Ножевой турнир Мы его Значит естественно По всей Базе Рекламируем Да Благо рекламируют Мы его умеем У нас с этим все хорошо Мы Сразу его позиционируем Как товарищеский турнир Мы не вручаем пояса Мы не даем титулы Да Мы не призваиваем рейтинги Ну во первых У нас Недостаточно квалификации Раз Да Во вторых Даже если поспорить С этим пунктом Да Но это не в структуре Других соревнований Два То есть мы не можем Это сделать по определению Это просто товарищеский турнир По правилам Спортивного Можевого боя Все К нам прибежали Из фойера К нам прибежал еще кто-то Мне всю личку закидали вопросами Кто вы такой? Как вы можете провалить турнир? Самое было прикольное Кто вам разрешил? Я говорю А кто мне может запретить? Короче Народ чуть не ФСБ настучал Обошлось безо всего Безо всех Куча людей Которые говорили Мы вообще вас смотрели У нас трансляция еще была Правда она там зависла Наполовину Но это уже детали Куча народу говорила Мы вообще вас смотреть не будем Я захожу в ютуб Там такое количество Просмотров Потом начнут комментарии Я смотрю те самые рыла Которые говорили Мы вас смотреть не будем Один очень известный На живой среде персонаж Такой Не буду называть фамилию Но просто уже Из уважения к человеку В общем он правда Заслуженный товарищ Он вылил на нас Дерьма просто Не знаю сколько Правда по большей части Аргументируем Надо сказать Я к вам не приду Я смотрю Стоит в двери смотрит Классик Да А они не могут Им интересно Конечно Отвратительно Да На самом деле да То есть тема Будьте к этому готовы То есть если вы нам Где-то говорите Что у нас там Я не знаю Какая-нибудь это Драка на рей Пиратского корабля По правилам хима Что к вам химаисты Точно привыкут С вопросами Ребята вы это Да Абсолютно И наверное Последнее Что еще хочу сказать Да Помимо всяких Особенностей организации Ну что действительно Просто сядьте И продумайте Обязательно Во-первых Будьте готовы Неожиданно Потому что никто не знает Что произойдет Это правда Не стандарт Абсолютно Это минус Не стандарта В любую секунду Может произойти Что угодно На той же Кабацкой драке У нас один человек Например Да У него была такая фишка Он уходил От удара То есть Противник хватал Палку Делал хрясь А тот Уходя от удара Падал на стуле Назад На спину И делал кувырок Назад И вставал в стойку Хорошая идея Но когда он На таком расстоянии От угла Пролетел Головой Потому что До этого Стол стоял В одной позиции А потом В другой Всякое бывает в жизни А вот Последнее Что хочу сказать Про призы Вот Мое убеждение Глубочайшее Театр начинается С вешалки Заканчивается вешалкой То есть У вас мероприятие Начинается с того Что вас встречают Какие-то прикольные люди Или прикольная обстановка Или прикольный антураж Или как вот здесь На брелке Вам выдают Какой-то прикольный пакет Который вы открываете В нем пошитесь Насколько вам нужен Делал десятый Но вы в него влезли Вам уже интересно И то же самое Он заканчивается на этом То есть Мы когда делали Разного рода призы Все, сейчас заканчиваем Мы когда делали Разного рода призы Мы их старались Делать максимально прикольными На кабаску драку Мы дарили фляжки Со всякими прикольными Надписьми Ну потому что Это было актуально На ножевой турнир Мы там делали Поставки для ножей То есть Что-то нестандартное Необычное Медали Это хорошо Но это прекрасно Когда у тебя Стандартный турнир И ты эти медали Вешаешь Значит На свою Замечательную стеночку А когда у тебя Вот такая ржака На хрена тебе медаль Ну только Если очень смешна Вот Собственно Все что хотел сказать По этому поводу Если какие-то вопросы есть Я думаю Что можно задавать Наверное Дав людям возможность подготовиться Я сейчас уголок отойду Чтобы Можно больше беседовать Спасибо большое Спасибо